приветствую дорогие друзья с вами Денис 23 октября город Таллин я нахожусь неподалеку от величественного сооружения Таллинской теребашни и направляюсь к ней поближе и заодно рассказываю вам о ситуации в мире немножечко по новостям и конечно по эстонии сегодня такая спокойная погода у нас 23 октября но ожидается дождь в ближайшее время поэтому надо наслаждаться возможностью поснимать и сообщаю вам новости касаемо заявление Дональда Трампа который осудил в очередной раз российскую федерацию осудил не просто так а осудил достаточно серьезно дело в том что он обвинил режим Владимира Путина в том что Путин не собирается сокращать ракеты средней и малой дальности а а напротив якобы он эти ракеты собирается увеличивать даже вроде как то же самое он обрушился с критикой на Китай и связи с этим пригрозил что возможно даже будет наращивать ядерный американский потенциал вот такая ситуация ситуация которая достаточно встревожила некоторых европейских лидеров в частности германия высказалась критически по этому вопросу по вопросу наращивания гонки вооружений вот я нахожусь возле автобусной остановки теле торн теле башни таким образом конечно же Россия всячески отрицает свою гонку вооружений режим Владимира Путина утверждает что ничего такого он не делает но Дональд Трамп говорит совершенно противоположное и вполне возможно Дональд Трамп выйдет из этого договора договор который был подписан Горбачевым еще восемьдесят седьмом году и договор который по мнению Дональда Трампа не выполняет Путин а также не выполняет Китай вот такая ситуация но мы двигаемся дальше и хотелось бы сказать такую информацию друзья в Канаде легализовали недавно наркотики а именно марихуану марихуану можно там употреблять в целях так называемого наркотического опьянения но дело в том что совсем недавно это разрешили но за пять дней друзья за пять дней как сообщают новости весь запас марихуаны был раскуплен почти весь а дело в том что закупать его по новому закону в Канаде можно только раз в неделю таким образом это марихуана начала пользоваться в Канаде большим спросом ну а в Эстонии друзья в Эстонии пока ситуация противоположная согласно проведенному еще зимой этого года опросу население марихуана не пользуется большим таким поклонением у эстонцев наоборот ее как бы недолюбливают и вот 87 процентов эстоноземельцев против легализации и лишь только 11 процентов только 11 процентов согласились бы легализовать в эстонию это так скажем прямо неоднозначное наркотическое зелье но по мнению друзья по мнению врача психиатра эстонского это конечно же не на пользу эстоноземельцам это вызывает ну различные психические заболевания марихуана она является все-таки наркотиком это памятник друзья здесь памятник защитникам телебашни в девяносто первом году 20 августа идемте дальше посмотрим что там красота вот такая у нас к олимпиаде 80 построена телебашня телебашня по размерам своим уступает телебашням риги и вильнюса но тем не менее высота ее составляет 314 метров и находится там на высоте 170 метров смотровая площадка на которой располагается ресторан так что все желающие могут посетить это величественное сооружение в Таллине я тоже когда-то там был по моему в году 90 мы с классом ездили на смотровую площадку откуда открывался великолепный вид и даже говорят что в солнечную погоду в ясную солнечную погоду можно увидеть вдали очертания финского берега вот такая замечательная телебашня у нас тут ну а здесь установили недавно после обретения независимости вот такие вот игровые площадки для детей ну и конечно же установили в память о августовских событиях 91 года бронетранспортер бронетранспортер дело в том что попытка была государственного переворота и вот этот бронетранспортер как символ как тех событий когда народ эстонии был против возврата коммунизму народ эстонии заявил что не хочет вступать но ГКЧП на тот момент послала вот такие вот БТР с целью завладеть вот этой вот телебашней друзья но четверо смельчаков закрылись там наверху и четверо эстонских смельчаков хотели противостоять посланным военным посланным военным в итоге им удалось отстоять это все дело в том что морально моральный дух у военных был не очень и через несколько часов ГКЧП в москве рухнуло и рухнула она и в эстонии уехали военные ну а БТР остался он дело в том что находился на вооружении эстонской армии несколько лет но вот как здесь гласит даже таблица затем был передан часть из них этих БТРов передана музеем эстонии ну а этот красуется здесь в знак памяти о событиях августа 91 года такие новости друзья с вами был Денис возле Таллинской телепашни всем добра до новых встреч